Братья и сестры, мир вам! Я очень рад приветствовать вас. Меня зовут Павел, я приехал из Киева, из Украины. Женат, у меня трое деток. И служу Богу в Миссии Светного Востока, как вы слышали. Братья, не получится, да, включить презентацию? Нет? Попозже? Хорошо. Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь о таких авторах христианских, как Николай Водневский, Вера Кушнил, Кристина Роя. Я вижу, вы киваете головами. Это авторы, с которыми у нас давняя такая долгая история отношений. Скажу так, что наша миссия, в первую очередь, это издательская организация, но книги для нас это не просто литература. Мы верим в то, что это миссионеры, которые могут попасть в те дома, куда нас христиане не впускают. И я знаю много историй в нашей церкви, где я являюсь членом церкви, где я несу служение. У нас есть минимум пять человек, которые когда-то в 90-х годах просто прочитали христианскую книгу, будучи неверующими людьми. Покаялись, сейчас они служители, есть среди них и пастора церквей. Мы верим, что Бог касается через литературу, поэтому и книги, и журналы мы рассматриваем как миссионеры. Я бы хотел сегодня с вами поделиться одними служениями миссии. Это будет такое свидетельство. Я бы хотел, чтобы это призвало нас к какой-то особенной благодарности Богу, потому что это Бог делает. Вот в этом году мы посетили 46 сел в Украине, в каждом из которых неделю стояла палатка. Большая палатка, куда мы приглашали неверующих людей. Каждые 7 дней была расписана какая-то программа, какая-то определенная тема для того, чтобы люди могли слышать о Боге. Но вы знаете, я думаю, что в Украине давно прошло то время, когда в палатку приходили тысячи людей, каялись сотни людей. Сейчас люди говорят, а что сосед скажет, если я к вам приду? А вот вы другой веры, вы не так, как мы верим. Вы для нас там немножко иноверцы какие-то. Поэтому, когда мы приезжаем в село, мы обычно берем карту села, смотрим, сколько в селе есть улиц, и наша команда делится по два человека. И в задачу этой пары двух людей входит пройти по своей улице на протяжении недели постучаться в каждый двор, в каждое ворота. И везде, где нас не прогоняют, рассказать об Иисусе Христе. Люди очень по-разному реагируют. Бывают ситуации, когда нас могут выругать матом, извините за прямоту. Бывают ситуации, когда могут погнаться, у нас за одним молодым миссионером погнался человек с палкой, не догнал, потому что парень молодой, быстро бегает. В общем, ситуация бывает абсолютно разная. И когда мы заходим во двор к людям, мы стараемся не просто рассказать Евангелие, мы стараемся как-то попытаться, чтобы между нами произошел диалог. Есть такая ошибка, которую иногда наши миссионеры допускают. Они говорят, вот представьте себе, что вы сегодня умрете. Где вы будете, с Богом или с дьяволом? Ну не знаю, если здесь есть братья и сестры из Украины, вы знаете, что у нас очень много суеверных людей. И в большинстве случаев, какой умру? Ты что такое говоришь? Иди отсюда, даже говорить с тобой не хочу. То есть люди боятся этого. Поэтому, когда я начинаю разговор, я говорю, вот представьте себе, мы сейчас с вами общаемся. Закончится наш разговор, я сделаю шаг назад, и меня насмерть сбивает машина. Вот я не хотел умирать, честно, братья и сестры. Вот, может быть, я знаю, есть люди и в песнях наши братья и сестры поют, о том, что хотят в небеса, хотят побыстрее встретиться с Богом. Я понимаю эти переживания, мне тоже очень хочется к Богу. Но есть такое чисто человеческое желание немножко еще пожить, увидеть, как дети подрастут. У меня три девочки, 10, 7 и 4 годика. Хочется их замуж отдать, как-то позаботиться о них, побеспокоиться. Но Бог так распорядился. И все. И я уже, у меня уже нет никаких шансов что-то изменить. Если Бог решил, и у меня нет в живых. Я стою перед Богом. Нет каких-то там возможностей поставить свечку за меня, как-то грехи мои замолить. Вот, все, что было в жизни, подведен итог. И я стою перед Богом. И где я окажусь? Вот я общаюсь с пожилой бабушкой, говорю, бабушка, дай Бог вам еще много лет жизни, здоровечка. Но все равно в вашей жизни настанет момент, когда вы станете перед Богом. Вот как вы думаете, где вы будете, с Богом или с дьяволом? Ответы очень разные у людей. Есть люди, вот я удивляюсь, общаюсь с мужчиной, он пьяный, с сигаретой в руках. И он говорит, я буду в раю, я это знаю. Откуда он отберет, я не могу понять. Но есть люди, которые, особенно девушки, я слышал несколько раз такой ответ, когда я спросил, она говорит, вы знаете, я сделала грех, который Бог мне никогда не простит. Сколько бы я ни молилась, сколько бы я ни замаливал мой грех, сколько бы я хороших дел ни сделала, это все равно не перекроет этого греха. Они говорят об аборте. И таким людям мы рассказываем о том, как Библия смотрит, как Библия говорит, какой Бог наш милостив. Мы рассказываем о разбойнике, который висел по праву руку от Иисуса Христа. И мы говорим, смотрите, этой девушке, я говорю, смотри, он попросил прощения у Бога, и Бог его простил. Если Бог прощает все грехи, он его тоже простил. Как ты думаешь, где он сейчас? В раю или в аду? Она говорит, ну не может разбойник быть в раю. Я говорю, ну посмотри, написано, Иисус говорит, ныне же будешь со мною в раю. Как ты думаешь, Бог может обманывать? Она говорит, нет, не может. Для людей это просто величайшая благая вещь, что Бог может прощать грехи. Братья и сестры, для нас это привычно звучит, для людей это очень непривычно из мира. Многие в это не верят, многие сомневаются в этом. Но есть люди, которые говорят по-другому. И, наверное, вы тоже эти ответы слышали часто. Они говорят так, я не украл, я не убил, я ни разу не изменил своей жене. И если действительно есть рай и есть ад, то Бог возьмет все мои хорошие дела, положит на одну чашу весов, все плохие дела на другую чашу весов, хорошие, конечно же, перевесят, и я буду с Богом в раю. Но мы же знаем, Библия не так учит. Мы знаем о стандартах святости Божьей, которые говорят о том, что если человек за всю свою жизнь сделает только один грех, он не может быть с Богом в раю. Братья и сестры, мы одинаково верим? Один грех по стандартам святости Божьей, он не дает Богу право пустить человека в рай. Представьте себе, что вы действительно не сделали греха делом, не украли, не убили, как вы говорите, не изменили своей жене. Но Библия говорит, что человек даст отчет за каждое слово, которое он скажет. Хорошо, давайте представим себе, вот я общаюсь с двумя мужчинами, очень много людей в Украине пьют, вот я общаюсь с этими двумя мужчинами пьяными, я говорю, мы с вами говорим всего лишь пять минут, а вы за пять минут уже семь раз нецензурно выругались. Но представьте себе, что вы за всю свою жизнь не сказали ни одного плохого слова, вы никого ни разу не обманули, вы не согрешили даже вот в словах. Но Библия говорит о том, что если есть еще грех бездействия, если мы видим, что мы можем сделать добро, и не делаем нам грех. Давайте себе представим, все люди, которые встречались с вами на пути, которые нуждались в вашей помощи, бомжи, пьяницы, вот вы их приняли к себе, вы их накормили, переодели, уложили в теплую постель, дали самое лучшее, вы никого не обошли своим вниманием. Вы знаете хоть одного человека, который не грешит ни словами, ни делами, и делает всем добро? Ну, я не знаю, может быть, вы знаете, я не знаю, но стандарты святости Божьей, они еще выше. Бог взвешивает наши мысли. Я не знаю, как ученые подсчитали, но они подсчитали, что у нормального человека за один день в голове проходит около 10 тысяч мыслей. Я спрашиваю людей, с которыми общаюсь, как вы думаете, из этих 10 тысяч мыслей сколько у вас абсолютно, кристально чистое перед Богом? Вот у Бога нет ни одной претензии к вашей мысли. Сколько у вас таких мыслей? Вот едете вы в переполненном общественном транспорте, я не знаю, здесь в Америке больше на машинах ездят, но в Украине вам легко будет представить себе переполненный автобус, утром, час пик, и вам кто-то больно-больно на ногу наступает случайно. И вы так, Господи, благослови этого человека, пусть у него все хорошо в жизни будет. Вот сколько таких мыслей чистых? Знаете, один парень самый смелый сказал, я думаю, что у меня 30% мыслей чистых, а остальные грешные. Давайте себе представим даже, что 50% половина мыслей у вас абсолютно чистая перед Богом. Это означает, что вторая половина, 50%, это вы в день делаете 5000 грехов в мыслях, умножить на 365 дней в году, умножить на приблизительно 70 лет жизни человека. Я вот дома специально на калькуляторе посчитал, это получается 127 миллионов преступлений за жизнь. Как вы думаете, если вы будете стоять в суде, вас будет судить самый добрый, самый гуманный, самый расположенный к вам судья, который очень хочет вас оправдать, как вы думаете, может он оправдать преступника, который сделал 127 миллионов преступлений? Конечно, нет. А почему вы думаете, что Бог, который судит беспристрастно, нелицеприятно, что он вас после этого оправдает и в рай пустит? Знаете, какая реакция у неверующих людей? 99% у них говорят, подождите, ни у кого шанса нет. Тогда какой вы нам Евангелие рассказываете? Никто не может наследовать Царство Небесное. Просто это невозможно. Братья и сестры, вот это ключевой поворотный момент в проповеди Евангелия. Если человек думает, что я культурный, воспитанный, имею высшее образование, хороших родителей, ну да, в принципе, я по праздникам выпиваю, иногда с женой дома ругаюсь, но если я с этим наведу порядок, у Бога ко мне не будет претензий, такой человек не может покаяться. Если человек не осознает, насколько он просто безнадежно грешен, он не нуждается в покаянии, он не может понять, какой подарок в Иисусе Христе Бог нам дал. Знаете, с нами в эти миссионерские поездки ездят братья и сестры, вот в этом году ездило больше 150 миссионеров из 10 разных церквей Украины. И это братья и сестры, которые оставляют свои семьи на время, которые берут отпуска, которые отпрашиваются с работы за свой счет. Это реальная жертва. Я когда поехал в свою первую министерскую поездку на неделю, я вернулся домой, я три дня отсыпался. Это большая перенагрузка такая, и невысыпание, и психологическое давление того, что в многих домах не принимают тебя, смеются над тобой. Но несмотря на эту жертву, которую приносит наши братья и сестры, нас принимают не очень хорошо. Нас принимают, к примеру, мы приехали в Одесскую область, и на нашем рекламном плакате написали, там, где мы приглашали людей в палатку, время проведения богослужений, написали жирным черным маркером «Баптисты», «Не ходите», «Секта». И в другой поездке одна из православных жен батюшки, она просто стояла перед палаткой и не пускала к нам детей. Она запретила детям приходить, следила, чтобы никто не заходил, такое сопротивление было. Когда мы были в селе Радинске, это, если немножко в Украине кто-то разбирается, это юго-восток Украины, это Цирюпинский район, Херсонская область, села Радинск. Когда мы приехали туда, если в каких-то церквах нас называли, в каких-то селах нас называли иноверцы, сектанты, что мы американскую религию пытаемся насадить, то в этом селе местный православный священник сказал, что к ним приехали сатанисты, чтобы проклясть их землю. Они заказали в городе Херсоне две чудотворных иконы. Они ходили по селу, пели песни. Они пытались нас, нечистую силу, прогнать с этого села. Подходили к нашим палаткам, брызгали святой водой. Братья и сестры, и люди поверили тому священнику. Там еще было такое одно страшное обстоятельство. Прямо во время того, как мы стояли в этом селе, два молодых парня разбились на мотоцикле насмерть. И вот все село собралось на кладбище, и священник во всеуслышание сказал, они погибли только потому, что вот эти сатанисты принесли проклятие на нашу землю. Представьте себе, как сложно было проповедовать. Я помню глаза одной молодой девушки, которой я хотел Евангелие рассказать, глаза полные ужаса, слез, она говорит, пожалуйста, уезжайте отсюда, не топчите вашими грязными ногами нашу землю, вы нам здесь не нужны. Я помню, что мы даже утром изменили график проповеди. Мы утром собирались вместе просто для того, чтобы полдня молиться, чтобы Бог что-то сделал, чтобы Бог что-то исправил. Мы взяли цепочный пост, каждый день кто-то постился об этой ситуации. Мы писали смс, звонили нашим друзьям, пожалуйста, поддержите большое испытание в этом селе. Сам процесс проповеди Иванович происходит таким, что мы с человеком, когда общаемся, обычно этот разговор длится где-то 40, 45, 50 минут. Человек может с вами чем-то не согласиться, может дискутировать, может вопросы задавать. Но если человек соглашается в конце, когда он выслушивает Евангелие, соглашается помолиться Богу, молитвой покаяния, мы обязательно просим этого человека, чтобы он оставил нам свой адрес. Ну, во-первых, мы выписываем для этого человека журналы. Вера в жизнь, тропинка, если есть детки, чтобы он имел духовную пищу, дальше мог читать Слово Божье. Во-вторых, мы эти адреса даем пастору по местной церкви. Вот когда наша команда приезжает, мы выбираем только те села, где есть какая-то миссионерская группа, которая хочет церковь создать, или есть по местной церкви. Потому что мы не видим смысла в том, чтобы приехать в село, рассказать Евангелие, люди покаялись, а дальше, куда им деваться? Им нужно в церковь прийти. Поэтому мы обязательно берем адреса этих людей. Братья и сестры, вот в этом селе Радинске, где нас называли сатанистами, в конце миссионерской недели, через семь дней, я взял тетрадку, где были записаны адреса покаявшихся людей, я насчитал 120 человек. Слава Богу! Для меня это было настолько чудо реальное, даже больше, чем чудо, когда Христос пятью хлебами и двумя рыбками накормил 5000 человек в пустыне, не считая женщин и детей. Я вам скажу, почему я считаю, что это чудо большее. Из Библии мы узнаем о том, что для того, чтобы Богу спасти одного такого грешника, как я, или как каждый из нас в этом зале, ему нужно применить точно такую же силу, которую он Иисуса Христа из мертвых воскресил. Представьте себе, что происходит с человеком, когда он рождается свыше, как Бог сильно действует в его сердце. И я вам хочу рассказать только один пример, только одно чудо, свидетелем которого я стал в этой миссионерской поездке в Радинске. Мы зашли во двор к одной пожилой бабушке. Она нас очень вежливо приняла. Я помню, стояла очень большая жара такая, я не знаю, сколько это будет по Фаренгенту, по Цельсию, это было где-то 36 или 38 градусов. Мы были такие уставшие. И такой моральный прессинг был от того, что нас не принимали, гнали везде. И вот эта бабушка приглашает нас к себе в дом. Не просто у ворот общается с нами, она пригласила в дом, в темную такую прохладную комнату. Когда мы зашли, мы на кровати увидели ее мужа, он был инвалид, он не мог ходить. Такой приятный разговор был. Наверное, около часа мы общались. Она рассказала нам всю свою историю. Она рассказала, как в детстве, когда она еще жила при социалистическом строе, в Советском Союзе, как ее бабушка научила молитве «Отче наш». Она рассказала о том, что когда ей было тяжело, она всегда молилась Богу этой молитвой. И говорит, как только я помолюсь молитвой «Отче наш», мне всегда становилось легче. Она рассказала, что она сильно тянется к Богу, что она хочет быть с Богом. Она ходит в церковь, ставит свечки, замаливает свои грехи. Она старается все посты православные соблюдать. Как могла, так она пыталась приближаться к Богу, но из разговора с ней было абсолютно очевидно, что этот человек невозрожден. Она не знала Бога как личного спасителя. И мы рассказали ей Евангелие. Мы рассказали о том, что Иисус Христос за нее сделал. Рассказали о том, насколько мы все грешные. Привели все эти примеры, о которых я рассказывал. Для меня, например, я имею глубокое убеждение, что покаяние – это не просто вслух произнесенная молитва. Братья и сестры, я слышал много раз, когда люди раскаиваются в том, что они делают, но абсолютно ничего не меняет в своей жизни и продолжает поступать точно так же. Покаяние – это осознание, что вся моя жизнь, она против Бога. Вот если Бог здесь, мой путь, он от Бога. И даже если я пытаюсь какие-то хорошие дела делать своими силами, они Богу не угодны, потому что они приводят меня к гордости. Я постарался, я взял себя в руки, у меня получилось. Зачем мне Бог? Бог мне не нужен, у меня самого получается. Покаяние – это разворот на 180 градусов и сказать, Господи, я понимаю, что я грешный человек, я понимаю, что у меня нет ни единого шанса на спасение, и я понимаю, что если не Иисус Христос, как бы я ни старался, я не могу заслужить рая у Тебя. Покаяние – это не просто попросить прощения за грехи, это признать Бога своим господином. Мы такую иллюстрацию приводим, ну представьте себе, что у меня в руках белый лист бумаги, он символизирует нашу жизнь. Покаяться – это в конце его поставить свою подпись и сказать, Господи, я наперед подписываюсь заранее под всем, что Ты хочешь здесь написать. Как Ты хочешь, чтобы моя жизнь прошла, я признаю Тебя моим господином. Ты Господь, Ты вправе делать все, что хочешь, и я заранее подчиняюсь этому. Я понимаю, что если я буду управлять своей жизнью, я точно доуправляюсь до ада. Поэтому Ты возьми, Ты веди, я полностью Тебе отдаюсь. И вот мы этой бабушке рассказываем про покаяние, и мы говорим, а хотели бы Вы Богу помолиться такой молитвой покаяния? Ну, что может быть вообще лучшего в жизни, чем посвятить свою жизнь, отдать жизнь Богу, который знает наше начало, всю нашу жизнь, наш конец, который знает всю историю, и который лучше всех может провести нас по этой жизни и добиться самых лучших целей в нашей жизни. И вот эта очень вежливая, очень приветливая бабушка вдруг очень резко так ответила, нет, я молиться не буду. Братья и сестры, бывало ли у Вас в жизни такое, когда Вы рассказываете Евангелие, и у Вас ощущение, что Ваши слова как от стены отскакивают, человек вообще не воспринимает, не хочет слушать Вас. Вот это был совершенно другой случай, это была совершенно другая история, и эта бабушка, она была как губка, она впитывала в себя все это, и я настолько был разочарован, опечален, Господи, ну почему так, но она же так воспринимала, мне казалось, еще одна-две минуты, и она примет это самое важное решение в своей жизни. И мы мысленно молимся с братьями, у нас было трое в комнате, я, пастор церкви, Виктор Танцюра, и еще один брат, пастор Андрей. И когда мы молимся, Господи, сделай что-то, пожалуйста, и вдруг эта бабушка задает очень прямой, очень конкретный вопрос. Она говорит, скажите, пожалуйста, а Вы могли бы прямо сейчас, вот здесь, в этом комнате, перекреститься, наложить на себя крестное знамение, как православные делают? Братья и сестры, я не буду спрашивать, как бы Вы поступили в этой ситуации. Я скажу, какие у меня были первые мысли, первые эмоции. Господи, я никогда этого не делал. Я воспитывался в церкви, где этого делать не принято. И сейчас, когда я читаю Библию, я не могу найти объяснение, почему православные крестятся. Но в то же самое время, братья и сестры, впервые в жизни я пожалел, что я не умею креститься. Я вспомнил, что православные люди верят, что если сатанист наложит на себя крестное знамение, он может тут же в обморок упасть или умереть на месте. И я понял, что эта бабушка, она хочет покаяться, но она искренне, она искренне боится сделать что-то неправильно. Вот не сговариваясь, я и еще два брата пастора, мы встали, и мы перед ней перекрестились. И она сказала, я готова молиться. Покаялась она, покаялся ее муж. Братья и сестры, я вот в этих миссионерских поездках видел много молитв покаяния. Бог дал мне такую милость, такое счастье. Я вообще уверен, что в жизни Христины не может быть ничего лучше, чем когда он видит, как Бог касается сердца человека, изменяет его, он кается. Но вот эту молитву я запомнил на всю жизнь. Она так сокрушалась, она говорила Богу такие сокровенные вещи в слезах, я бы послеснялся так присутствия моего родного брата помолиться. А она совершенно незнакома людям, которых первый раз видит, так Богу искренне молилась. И вы знаете, когда мы вышли с того дома, ну, во-первых, первое чувство мне столько радости переполняло. Вот, Господи, какой ты великий. А с другой стороны, вот я начал о чем задумываться. Знаете, когда мы приходим в церковь, мы приблизительно знаем, вначале будет молитва, потом общее пение, потом проповедь. Мы знаем, кто как к нам относится. К сожалению, у нас в церкви есть люди, которых мы сторонимся. Вот его лучше стороной обходить, потому что, ну, зацепишь, потом столько выслушаешь. Это неправильно, в этом нужно каяться. Но, в принципе, в церкви мы знаем, как себя вести, чтобы быть максимально безопасенными. Когда ты выходишь на проповедь в Англии, ты не знаешь, ну, ты вторгаешься на территорию дьявола, ты не знаешь, что тебя может ожидать через 5-10 минут. Ты не знаешь, где проходит вот эта линия, через которую, если ты переступишь, ты согрешишь. А где я могу переступить через ту линию, через которую никогда не переступал, и это послужит спасению человека. Поэтому, когда мы едем из сеневской поездки, мы постоянно просим, вот одна из причин, почему мы сегодня у вас в церкви, мы ищем молитвенную поддержку. Братья и сестры, если Господь продлит нашу жизнь, начиная с середины мая 2019 года по конец августа, каждую неделю в каком-то населенном пункте Украины будет проповедана Евангелие, в любой из этих дней, если Бог вам напомнит об этом дне, помолитесь, чтобы Бог спасал неверующих людей. Для нас это просто очень важно. Хочу рассказать в конце еще короткую информацию, дать, что я уже говорил о том, что книги, журналы, это миссионеры. Давайте, наверное, сейчас быстренько перелистаю, если... Ну, можете полистать, это то, что я уже рассказывал, на этом не буду останавливаться. Слайд там, где будут журналы, остановитесь, пожалуйста. Я уже говорил о том, что христианские книги и журналы, это миссионеры. Мы в это верим. Спасибо на этом, да. Мы привезли с собой сегодня журналы и тропинка, и вера, и жизнь на русском, на украинском языке, кому как удобнее читать. Братья и сестры, мы привезли их вам в подарок. Но я предлагаю вам сегодня взять домой не по одному экземпляру. Возьмите по два, по три, может быть, по пять. Хотя есть одно условие. Один экземпляр оставьте, пожалуйста, у себя. А остальные подарите тем людям, о которых вы давно молитесь, которых вы в церковь приглашаете. Может быть, о нем говорят, слушай, ты меня уже, ну ты достал со своей религии, не хочу тебя вообще слушать, это мне неинтересно. Попробуйте подарить им журнал или книгу. Откуда вы знаете, не коснется ли Бог сердца этого человека? Я вам расскажу абсолютно конкретную историю про конкретного человека. Его зовут Виталик, он живет в Киевской области, в Борисповском районе, из неверующей семьи, родители-атеисты. Никто из его родни не знал Бога. Когда-то кто-то подписал его на журнал «Вера и жизнь». Я с ним общался, говорю, Виталик, ну как ты думаешь, кто это мог сделать? Он говорит, Паша, я не знаю, просто не знаю, даже понятия не имею. Но кто-то подписал его на журнал «Вера и жизнь», он начал получать журнал, начал читать, потом он приобрел себе Библию, потом начал даже время от времени в церковь захаживать, но в жизни у него случилось такое обстоятельство, я не буду на этом останавливаться долго, которое заставило его пойти на кардинальный очень шаг. Он принял решение, что он больше не хочет жить. Он решил покончить жить самоубийством. Он заболел неисцелимой болезнью, и он говорит, Паша, стою я на табуретке, голова уже в петле, оставалось несколько секунд. И в последний момент, в последнюю секунду он увидел на стене у себя вырезанный из журнала «Вера и жизнь» кусочек бумажки, где был написан стих. Он прочитал его, вытащил голову из петли, упал на пол, он каялся, плакал, молился перед Богом. Я верю, это был момент его рождения свыше. Братья и сестры, когда у нас в Украине начинается рассылка журналов, мы выпускаем 6 номеров в год, у нас где-то 85 тысяч подписчиков по всей Украине. Когда я захожу в почтовый отдел, вижу, как шуршат журналы, конверты, наклейки клеятся. Меня такой-то восторг приводит. Я представляю, сейчас эти 85 тысяч миссионеров покроют всю Украину, и Бог начнет действовать. И это настолько чудесно и прекрасно. Из этих 85 тысяч человек у нас приблизительно 50 тысяч людей, люди, которые позвонили нам и сказали, вы знаете, мы очень хотим получать ваши журналы, но в этом году мы не продлим подписку, потому что у нас нет возможности пожертвовать на печати рассылку журналов. Но если вы можете, продолжайте нам высылать дальше. Братья и сестры, каждый раз, когда мне на стол кладет секретарь такое письмо, или когда звонят по телефону такие люди, каждый раз я вспоминаю Виталика. И каждый раз я думаю, господи, до последней гривны мы никому не откажем, потому что я вижу важность этого служения. Для того, чтобы напечатать для одной семьи все журналы за год и отправить почтой, в Украине это стоит 5 долларов в год. Разрешите вам сейчас маленькую иллюстрацию показать. Если бы я по пути в церковь заехал в Старбакс и купил чашку кофе, это стоило бы приблизительно 5 долларов. Представьте себе, это жертва, которую нужно принести один раз в год, один раз в год отказать себе в чашке кофе. И какая-то семья в Украине в течение целого года будет иметь доступ к Евангелию. Я сейчас не хочу призывать вас жертвовать на служение миссии Света на Востоке. Братья и сестры, совсем не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что для нас была бы большая честь и большая радость вместе с вами послужить вот этим абсолютно конкретным семьям. Я не знаю, любите ли вы мечтать, но я когда-то, вот я мечтаю себе, представляю когда-то в вечности или ко мне, или к кому-то из вас подойдет кто-то и скажет, вспомни, пожалуйста, то собрание вечернее, когда у вас были братья из миссии Света на Востоке. Благодаря тому решению, которое вы тогда приняли, я теперь всю жизнь, всю вечность буду проводить с тобой в раю. Если Бог кого-то расположит из вас, у нас там на столике будет стоять коробочка, где будет значок Starbucks, пожертвуйте именно в эту коробочку, чтобы мы эти деньги не перепутали с другими пожертвованиями, чтобы они пошли по назначению. И я верю, Бог очень благословит, это дело угодное Богу. Мы с собой также привезли книги Николая Водневского, там шикарные книги, если хочу знать, это книга, где собраны чаще всего задаваемые вопросы о Боге, о христианстве, о вере, и он очень просто отвечает, лучшего подарка для неверующих людей нет. Хотя и для верующих они тоже очень назидательные. Или книга Николая Сизова, «Один из сон», но это его автобиография. Здесь много чудес, которые Бог в его жизни сделал. Буквально минуту от нему. Когда-то он еще был маленьким мальчиком, шел в магазин, у него были талоны на продукты, на месяц, на хлеб, и он где-то их потерял. Либо украли, либо потерял, я уже точно не помню. Представьте себе, это означало голодный смерть для семьи. Он пришел домой, плачет, родители помолились, легли спать, утром просыпаются, в уголке лежит небольшая кучка кукурузы. Они сварили кашу, покушали, на следующий день просыпаются, опять кучка кукурузы. Ну чудо! И он говорит, оказывается, Бог повелел мышкам, которые с амбара воровали эту кукурузу, приносили и складывали здесь. Они прожили ровно месяц, и потом, когда им дали следующий эталон на следующий месяц, мыши перестали носить. Ну понимаете, эта история полная чудес, вот он описывает о том, как Бог вывел интереснейшая книга. Или книга, вот есть такой автор, Виталий Полозов. Мы когда-то в журнале «Веря и жизнь» объявили конкурс на лучший рассказ. Нам пришло четыре тысячи писем с рассказами, с повестями. Вот Виталий Полозов был просто на три головы выше всех. И когда мы в Украине издали первую книгу, разослали по Украине, нам позвонила в миссию одна учительница, неверующая, она говорит, я специально нашла ваш телефон, я не могу удержаться, я звонил вам, чтобы сказать спасибо вам за Виталия Полозова. Я никогда не думал, что христиане могут так высоко литературно писать. Я просто в восторге от этой книги. У нас там есть четыре или пять разных книг Виталия Полозова. Я уверен, что это просто шикарная книга, как и для нашего назидания. Он пишет о временах гонения, о том, как верующие были стойкими, о том, как люди к Богу приходили. Просто я приглашаюсь к столику. Последнее, что скажу еще. Вот это детская книга. Братья, мы часто настолько сильно загружены работой, даже не работой, даже служением Богу в церкви. И мы упускаем что-то очень важное наших детей, которые растут без нас. Пятнадцать минут в день вечером посидеть с ребенком, прочитать перед сном книгу. Мои дети трое, я пока им полностью до конца не дочитал, они просто не отставали. Папа, коли вже педем спати? Папа, коли вже педем спати? Хочу почитати книгу. В общем, эти книги не продаются. Мы не прибыльная организация, мы не имеем права получать прибыль. Если вы подаете к столику, мы просим возместить вас в себестоимость их печати. Если вы можете пожертвовать то, сколько их стоило напечатать, мы будем благодарны, мы сможем новые книги напечатать. Может быть, кто-то из вас сегодня не был готов к этому, и у вас недостаточно денег, а вы думаете, слушай, какая хорошая идея, если я подарю книгу моему неверующему родственнику или соседу, я этим послужу Богу. Но у вас не хватает денег. Пожертвуйте, сколько у вас есть. Братья и сестры, мы не приехали сегодня заработать деньги. Мы хотим дать вам инструмент в руки, который вы можете послужить другим людям, и чтобы для вас это было назидание. Поэтому, пожалуйста, подходите, мы с радостью ответим на все ваши вопросы. В конце своего свидетельства я хочу сердечно поблагодарить пастора вашей церкви за приглашение. Я хочу поблагодарить вас за такие внимательные глаза во время этого свидетельства. И хочу пожелать, искренне пожелать, чтобы Бог каждого из вас очень сильно использовал для своей славы. Братья и сестры, большего счастья нет, чем когда ты абсолютно четко понимаешь и видишь, Бог тобой пользуется. И это имеет значение и здесь, на земле, и в вечности. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok